Мелочи жизни Мелочи жизни Мелочи жизни Мелочи жизни Мелочи жизни Мелочи жизни Шустрее, быстрее и находчивее, и предприимчивее. У них не получилось. Сейчас они проводят просто марафон, но не международный. Но хотят подать. И в 2016 году будут они уже за номером 5. Кто может принять участие и как это сделать? Все желающие, которые имеют здоровье, все желающие, которые хотят принять участие и популяризацию легкой атлетики, а то бишь марафона, они могут прийти, зарегистрироваться. Можно выйти на сайт или организаторам выйти в оргкомитет. Подскажешь, что сделать, как. Тем более сейчас подготовительная будет у нас 3 мая, майская гроза. Там будут у нас и палатки, и там можно будет прямо на месте сразу зарегистрироваться и на 1 августа на международный марафон. Первый международный марафон в Екатеринбурге. Вот даже звучит, как звучит. Многие телезрители обратили внимание, что город Екатеринбург стал просыпаться раньше, все больше активных горожан выходит на утренние пробежки. Я предлагаю нашим телезрителям показать сюжет, как город готовится, в том числе, как глава Екатеринбурга Евгений Ройзман примерил кроссовки и спортивную форму и вышел на плотинку. А 1 августа все всерьез. Ноча об этом разговаривал с послом Соединенных Штатов, с генконсулами Германии, Франции, Великобритании, со всеми, чтобы они приняли участие, своих спортсменов тоже подготовили, прислали. Разослал письма двумстам главам российских городов, то есть все откликнутся. То есть, похоже, у нас 1 августа такой очень мощный марафон получится, там кинейцы приезжают. Что касается приглашенных гостей, каким будет Екатеринбург 1 августа? Я так понимаю, что здесь просто эпицентр спорта, со всего мира приедут спортсмены и люди, которые в принципе любят бегать. В первую очередь хочется сделать и показать красивый город, чистый город, приятных людей. То, что мы готовы принять международное сообщество легкоатлетическое. Первое, это, конечно, нас трасса была подготовлена, чтобы мы пробежали по центру города, показать историческое. Потом выйти на Европу-Азию, добежать до постамента Европа-Азии разворачивания и обратно, и как раз это получается 42 километра. Но есть проблемы, мы не можем закрыть федеральную трассу. У нас на подготовку ушло полгода только выбрать трассу на согласование со всеми муниципальными образованиями, с полицией, чтобы нигде никому не помешать. И было общее принятое решение, что будет трасса такая, какая сейчас она согласована. Давайте расскажем, какие дороги будут перекрыты, подготовим наших водителей, которые уже, наверное, сейчас... Я думаю, что каждый водитель, я как водитель, я понимаю, что лучше за образ, за здоровый образ, и чтобы... Мы же привлекаем не только спортсменов, детей, жителей. Многие... Один день можно потерпеть и свое недовольство куда-нибудь спрятать в карман. Раньше мы терпели и больше. Вот к этому мероприятию даже будет чище город, красивее. Будет почищена набережная, будет украшена. Мне кажется, знаете, ну, можно бросить руль и встать, и пробежать. И тоже, да, и... Тем более, это выходной. Кто хочет, может выехать на природу. Кто желает пробежаться или просто принять участие, или посмотреть, почему бы нет? Так что я думаю, что мы сильно проблем не создадим городу и сильно кого-то раздражать не будем, но это будет просто праздник и шоу. Какие дороги будут перекрыты, чтобы подготовить людей? Ну, на майскую грозу у нас мы практически не перекрываем. Старт у нас на Дивсе. Бежим по набережной Ленина. Разворачиваемся на Пушкина. Выбегаем до 8 марта, поворачиваем направо на Ельцина. Развернулись, ушли до Сак-Аванцети. И опять вот это как раз круг получается 5 километров. Это на майской грозе, а на Европе-Азии? На Европе-Азии. Там трасса чуть побольше. Она доходит до УПИ. Но сейчас вот идет как раз согласование и утверждение. То есть трасса уже согласована. Но чтобы все нюансы учесть и удобство, мы сейчас все это регулируется. Майская гроза это такой подготовительный этап перед большим стартом? Я бы сказал, наверное, с моей стороны, как я вижу, это дань уважения нашим ветеранам Великой Отечественной войны, которые победили и спасли Европу и мир в основном. То есть это как раз перед 9 мая. То есть из-за чего нам предлагали давайте в конце, давайте в июне. Но нет, мне хотелось бы и нашим, как говорится, моим коллегам, чтобы сделать ветеранам, показать здоровый образ жизни нашей молодежи. У меня отец прошел всю войну. Начиная с конца 41 по 46 год он был в армии. И мне хотелось в память об отце. Именно вот настоял, что именно 3 числа. Понимая, что сейчас много идет подготовки. Сейчас вчера было решение, я присутствовал, что 7 мая будет генеральная репетиция днем. То есть чтобы и люди посмотрели, и посмотреть, как будет все это выполнено. Это все, наверное, для ветеранов и также для молодежи. Чтобы некоторые пропадали на улице, делали какие-то необдуманные свои вещи, а шли в спорт. У каждого будет своя мотивация участвовать в Майской грозе и в предстоящем августовском марафоне. Евгений Павлович, я знаю, что если мы уже заговорили о марафоне Европа-Азии, о международном, о большом событии, которое пройдет летом, я знаю, что будут разные дистанции. Каждый из участников должен выбрать дистанцию по силам. Но всех участников ждут приятные подарки, в том числе очень-очень-очень значимые, четырехколесные. Да, не только. Во-первых, будет денежный приз на каждую возрастную группу, причем как мужскую. Давайте сбучим цифры. Да, но у нас стоит где-то от полутора до двух с половиной миллионов в призовом фонде. Ну и плюс, значит, сейчас ведутся переговоры, дали нам подтверждение, что будет иномарка именно для жителей города, которые примут участие и покажут показатели, должны получат ключи от машины. То есть сейчас подтверждение дали. Так что какой-то четырехколесный друг. Вот она какая мотивация выйти на утреннюю пробежку. Четырехколесный друг кому-то перейдет в подарок от Екатеринбургского марафона. Это гран-при, а призы попроще. Какие еще будут? Значит, каждый участник у нас получит медаль беззаговорочно, майку, памятные сувениры. Ну и плюс, я еще раз говорю, что в каждой номинации, допустим, от 15 до 20 лет, кто занял первое, второе, третье место, денежные призы, как у женщин, так и у мужчин, от 20 до 28 опять получают. То есть вот так каждый, потом после 50 и до, без ограничения. Ну конечно, не ради денег надо бежать, ради удовольствия, ради пропаганды здорового образа жизни. Вот вы согласитесь же со мной? Мне самое главное показать людям, что мы не только градообразующие, мы не только военный город, но и спортивные. Мне также очень хочется, и у нас подали заявки военно-патриотические клубы, которые хотят показать, что они спортивные у нас ребята и могут, готовы защищать и покажут свои возможности. У меня сейчас заявлено, значит, на майскую грозу около 200 детей из разных клубов, которые побегут. И именно они почему-то изъявили, что они побегут коллективно, то есть спортивным, не в спортивном стиле, а в военном. То есть они побегут коробкой. Очень будет это красиво выглядеть. Это будет красиво, это будет массово, это будет очень спортивно. И хочется пожелать нашим телезрителям, обязательно присоединяйтесь, если есть желание, если есть возможности. Только оценивайте свои силы здравые, выбирайте нужную дистанцию. Самое главное, чтобы погода не подвела, чтобы не было такого коллапса, как сегодня. Но даже в такую снежную пасмурную погоду можно найти приятное увлечение.